Доброе утро! Начинаем новый день вместе с телеканалом Катунь24. Меня зовут Егор Матаев и прямо сейчас переходим к выпуску новостей. Количество бюджетных мест в алтайских вузах увеличится на полторы тысячи. Об этом на аппаратном совещании в правительстве Алтайского края сообщил министр образования и науки края Максим Костенко. Решение об увеличении мест принято в связи с обращением губернатора края к министру науки и высшего образования России. По предварительным данным, в следующем учебном году число мест на первый курс бакалавриата в вузах Алтайского края вырастет на 17%. А в магистатуре по некоторым направлениям на 30%. Больше всего бюджетных мест появится на специальностях IT-сферы, архитектуры, лечебного дела, сферах образовательных и педагогических наук. По словам Максима Костенко, это еще не весь резерв бюджетных мест, которые могут быть выделены региону в будущем. Региональный Минобор подготовит письмо на имя министра образования страны, чтобы ведомство выделило еще дополнительные места. В Алтайском крае создана новая команда мастеров. Восьмой по счету стала сборная по настольному теннису «Алтай». Команда существовала в 90-х годах, но потом прекратила существование. Как говорит министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев, команда должна стать, цитата, «своеобразным наконечником спортивной пирамиды», где в основе массовый спорт. «Создание команды мастеров Алтай привлечет еще больше мальчишек и девчонок в спортивные секции по настольному теннису». Конец цитаты. Тренером мужского и женского состава встал Степан Багиян. 13 октября команда сыграла первый матч после Возрождения во Владимире. Игра состоялась в рамках первого тура Суперлиги, в которой выступает коллектив. Сейчас Алтай занимает четвертое место из пяти в своей группе. В активе «Одна победа» в четырех матчах. Барнаульскому академическому хору в этом году исполняется 30 лет. Сейчас коллектив готовится к открытию сезона. Какие сюрпризы ждут зрители, узнавала наша съемочная группа. Виртуозно построить многоголосие, чтобы все партии зазвучали единым строем, словно один организм. Непростая на первый взгляд задача под силу барнаульскому академическому хору имени Александра Тарнецкого. Сейчас коллектив готовится к открытию сезона. В этом году он юбилейный, 30-й по счету. И для каждого участника эта цифра особенная. С одной стороны, это ведь очень много 30 лет. А с другой стороны, так все быстро промчалось. И все равно вспоминаются такие события, совершенно потрясающие. Публика потрясающая совершенно. И я так думаю, что жанр наш, который как-то, ну не очень, можно сказать, популярен, так сейчас зазвучал. Я так рада, что спустя вот 30 лет все продолжается. Несмотря ни на что. Артисты хора, а это больше 30 человек, выпускники Алтайского музыкального училища и Института культуры. Многие работают преподавателями в музыкальных школах и педагогическом колледже. За сезон хор разучивает в среднем 10-12 произведений. В репертуаре русская и зарубежная классика, обработки народных песен, духовная и современная музыка. Все маркато, все маркато. Еще раз тон. Готовы? Раз, два, три, раз, два, па-па-па. Нет. Я консерватор в хоровом исполнительстве, поэтому сначала распевка, сначала локальная работа, потом, если мы произведения совсем не знаем, работы по партиям, потом мы сводим проделанную работу, а потом художественная часть уже в конце, и получается произведение. Хор – это очень тонкий инструмент. На счету коллектива сотни конкурсов и фестивалей по всей России и за рубежом. Творческие лаборатории с композиторами, концерты с музыкальными коллективами, Барнаульским духовым оркестром, Камерным оркестром народных инструментов, Симфоническим оркестром Алтайской государственной филармонии, Оркестром Сибири, а также Камерным хором Новосибирской филармонии и с хором театра оперы и балета. В новом сезоне зрителей ждет много сюрпризов и уже полюбившихся произведений. Куда войдут произведения разных композиторов, и русских, и зарубежных, и будут произведения, как уже исполняемые ранее, для того, чтобы восстановить в памяти зрителя, и новые произведения, которые тоже мы с удовольствием исполнили для зрителей. Откроется концертный сезон программы «Осенний блюз» 28 октября в 18.30 на сцене концертного зала Алтайского государственного института культуры на проспекте Ленина, 66. Екатерина Варкентин, Дмитрий Козерлыга, Новости. К этому часу у меня пока все. Смотрите выпуски новостей на телеканале «Катунь-24». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова